Всем привет, друзья! В этом обзоре сравнение. Познакомимся поподробнее с деталями для постройки модели Як-130 от компании Kitty Hawk и от компании Звезда. Всем приятного просмотра! Не забывайте ставить лайки. Если у вас есть чем дополнить данный выпуск, пишите в комментариях и погнали! В модели упакованы красивые картонные коробки. В данном случае у Звезды в виде обложки с картонным боксом внутри. У Kitty Hawk это обычная коробка. Двойной размер коробок примерно одинаковый по ширине, по глубине и по высоте. У каждой модели, само собой, есть инструкция. У Kitty Hawk представлена вот такой вот книжечкой с цветной обложечкой. У Звезды это обычная черно-белая печать, стандартная ее, с короткой справкой и так далее. У Kitty Hawk никаких коротких справок нет. Варианты сборки у Звезды, как можно собрать модель. У Kitty Hawk такого нет. Обе модели содержат практически одинаковое количество литников, за исключением того, что у Kitty Hawk идет некоторое количество рамок с варужением в целом. Сами детали модели расположены практически одинаково по количеству рамок. Так, этапы сборки довольно-таки похожи у этих моделей. Все начинается, естественно, с интерьера. Быстро пробежимся по ним и сравним. У Звезды, как обычно, все в одну кучу набросано. У Kitty Hawk, можно сказать, каждый этап, каждый узел разделен более аккуратно, что ли, да, более понятно, что зачем идет. Вот у Звезды у нас инструкция, в общем-то, по сборке на раз, два, три, четыре, пяти страницах. У Kitty Hawk все это разбито на этапы. В целом сборка у каждой модели занимает 23 этапа. Точнее, здесь у нас 32 до конечного варианта у Звезды и 23 этапа у Kitty Hawk. Далее у Kitty Hawk идет сборка дополнительного вооружения отдельными этапами. Они никак не отмечены. В конце у Kitty Hawk представлена таблица обвеса самолета. У Звезды заканчивается посадкой пилотов, установкой подставки и облетроливанием. Окрасочный лист у Звезды представлен вот таким листом формата А4. Здесь у нас пять вариантов окраски. Все в цвете, с указанием цветов от Томии и Звезды. У Kitty Hawk выделены целые развороты. То есть можно разобрать инструкцию, отдельно себе повесить или поставить каким-то образом. Эти развороты по окраске и обдекаливанию. Выглядят они, естественно, как-то поинтереснее, чем у Звезды. Но в целом у Звезды тоже все читабельно и все понятно. Также дополнительная инструкция по окраске вооружения. Госты с декалями вот этих моделей. У Kitty Hawk это вот такая пачечка небольшая, упакованная в Z-пакет. У Звезды это один вот такой листик. Расположен на все пять вариантов. Печать хорошая, на нареканий никаких нет. Выглядит очень-очень хорошо. У Kitty Hawk это все упаковано опять же в пакет. Проложено калькой. Также сюда уложена плата фототравления с ремнями, зеркалами и дополнительными элементами. Отдельно есть листик декали с приборами, с дисплеями и дополнительными картинками. Далее идет листочек с техническими обозначениями, бортовыми номерами. Звездами в частности. Многие знают, что у Kitty Hawk неправильно написано. Не прислонятся. Буква «Я» в конце перевернута на букву «Р». В целом декаль неплохая. Все отпечатано очень хорошо. Звезды у них имеют некоторое различие у этих двух моделей. У Звезды вариант звезд присутствует в двух вариантах. У Kitty Hawk три варианта звезд, даже на М4. И последний листик с техническими надписами для Kitty Hawk модели. Очень-очень много всего этого здесь. Выглядит все прекрасно. Вот, кстати, в слове «Инертное» здесь буквы «Я» нормально. Почему нельзя было не становиться, сделать правильную историю умалчивает? Ну, видней. Будем пытаться исправить декали. Вроде бы на данный момент этих пока в исправленном варианте нет. Так что остается надеяться на то, что можно будет эти буквы «Я» отрезать и перевернуть вверх ногами. Дай бог это получится. Основные детали для сборки планеров расположены на трех летниковых рамках для каждой модели. За исключением Звезды, наверное. Немножко деталей для сборки присутствуют на дополнительных небольших рамках. Здесь у нас подвесные топливные баки занимают основное место. Пилоны, подвесы и немного деталей для самого самолета. Также рамка, содержащая пилотов. Здесь тоже есть некоторые детали для самого самолета. Но в целом все детали для постройки планера находятся у каждой модели на трех рамках. Остекление отдельно на каждой рамочке. Итак, давайте рассмотрим детали более подробно и поближе. Друзья, я вооружаюсь кусачками. Вы вооружайтесь чайком и вкусняшками. Погнали! 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 крупные детали из наборов это у нас верхняя часть планера вместе с консолями крыльев фюзеляжа детали практически попадают в одни и те же линии очень приятно все это выглядит у звезды это вот такие поверхности с хорошим раскроем пункти тихоко расклепанными панелями выглядит эта деталь хорошо но у китихоко конечно клепка добавляет ажурности плюс у китихоко деталь выполнена можно сказать целиком часть верхняя фюзеляжа у звезды расчленена таким вот образом то есть при сборке придется приложить больше усилий также вырезаны жабры воздухозаборники которые открываются при взлете посадки аппарата у китихоко я могу так предположить что их можно вырезать наверное но это не точно также козырек кабины передний сделан вместе с носовой частью до верхней даны петли для откидной части фонаря у звезды также имеется какой-то намек на петли слегка но не так явно как это сделано у китихока как многие говорили в обзорах что имеются утяжины на плывах да они присутствуют но не так это выглядит страшно как об этом говорят раскроет доставляет прям удовольствие выглядит ажурно насколько он точен я конечно сказать не могу это надо искать какие-то подробные чертежи подвесы пилоны на за концовках крыла модели сделаны практически идентично за исключением что здесь сам подвес у китихоко сделан вместе с пилуном у звезды даны раздельно подвес и пилон детали в общем то довольно точно повторяют друг друга с небольшими различиями скажем так вот вот здесь чуть-чуть они отличаются не критично плюс кромка внутренняя под предкрылком также отличается у китихока эта часть есть у детали от звезды нет но здесь уже насколько это влияет на внешний вид окончательный скажем после сборки сказать сейчас сложно нужно собирать потом это будет все ясно далее рассмотрим носовые части у китихока носовая часть нижней половины скажем тогда на одну деталью у звезды собирается из двух половин выглядят обе детали довольно неплохо у китихока выглядит это как-то более подробно жабры на какое-то количество больше этих штучек до выполнено звезды имеется место под стремянку у китихока его нет склеивается отдельной детали это все клепки внешние у китихока более выражены выглядят прям хорошо и после покраски они точно не потеряются у звезды также присутствуют клепки или болты в общем-то да что это не так сильно они торчат но тоже есть как и на предыдущей детали у китихока все расклепано у китихок также присутствует некоторое количество обоя у звезды в данном случае обоя нет но имеется шов у китихока будет стыковочный шов здесь по ребрышку правая сторона найдите 10 отличий в целом обе детали выглядит довольно неплохо расшивка присутствует практически одна и та же повторяют друг друга выглядит довольно хорошо ну конечный результат мы естественно мы узнаем после сборка у кого точнее модель кого лучше она выглядит собираемость китихока не знаю сейчас приложим посмотрим да да есть никак не какой-то небольшой зазорчик в любом случае его нужно будет сводить стыкуется деталь довольно неплохо и крой попадает туда куда надо приходить линии довольно точно ну и плюс направляющие замки совпадают отлично у звезды так сделать он получится не очень мне нравится как это вот место сочленения наплыва и части кабины да здесь придется помурыжиться немножко потом пошлифовать ну я думаю собрать это можно нижние части фюзеляжей данные вот такими двумя деталями это у нас китихока это звезда звезды это дано вместе с килем расчленом на две части у китихока вниз одной деталью дан кажется мне что у китихока это дано более удобно также присутствует крой и клёд как и на предыдущих деталях звезда аналогичные крой как я и сказал ранее довольно сильно совпадает с небольшими отличиями клёпа звезды нету только немножко внешних заклепочек присутствует у китихока практически здесь нету ничего внешнего вот тут каких-то четыре точки совсем слегка на мой взгляд более выигрышно выглядит деталь у китихока так не надо здесь вот ваять потом вот эту члененку все заклеивать на мой взгляд это ну просто удлинит время сборки но тем не менее звезды тоже довольно неплохо это все выглядит по теле теле в размер попадают на законцовка на теле у звезды дана отдельной детали и руль направления впрочем как и у китихока но китихока естественно все расклепано у звезды только лишь намечен крой при желании можно здесь будет накатать клёп ориентируясь на фотографии хотя бы даже на то же самый китихок отличие есть вот в этом вот месте у звезды здесь показана нервюра корневая у китихока и посмотрим может быть там появится все таки нет не появляется здесь у нас нервюра это корневая к сожалению было бы здорово и вопрос встает о том у кого это передано точнее да опять же надо смотреть фотографии с опущенными закрылками но в целом читает другая модель неплохие далее рассмотрим стабилизаторы стабилизаторы примерно симметричными звезды понятное дело нету клюпа целом размеры стабилизаторов приблизительно одинаковые совпадают насколько это было возможно сделать ну скажем так бутылил или за одним столом два друга у одного получилось чуть-чуть в размеры побольше поменьше так в целом они в общем повторяют все обводы стекатели сделаны у китихока я думаю что они довольно толстоваты чем должны быть у звезды лишь намек на стекатель осевая трубка этот шарнир данную звезды вот такой толстый палочкой у китихока потоньше звезды выглядит как-то более надежно ну и она в принципе и будет есть вероятность что у китихока можно подломить потом это дело но опять же клёп у китихока внушает то чтобы доверенно просто выглядит это немного интереснее нежели чем у звезды хотя вы тоже если накатать будет тоже довольно круто выглядеть корпуса кабин вот таким вот образом у звезды это такая целая деталь китихока собирается из трех деталюша прихватил я здесь на скотчек у китихока мне довольно сильно нравится вот это внутреннее пространство правильно выполненные руды у звезды они приклеиваются видимо отдельными деталями вот ну и также обводы самой кабины можно сказать повторяет ну судя по фотографиям на которых я это рассматривал он неплохо но на звезду я так думаю уже наверное появилась фото отравления далее тормозные щитки китихока тормозной щиток воздушная сделан одной деталью звезды выполнен из двух для чего так можно было делать я не знаю но в принципе не сложно только придется больше срезать приливов и по зачищать так в целом они практически идентичны и в обоих идут приливчики большие но китихока естественно расклепана вся эта крышечка воздушного тормоза внутренняя поверхность одинаковая практически крыльчатки двигателя вот у кого из них более правильно я не знаю но мне нравится вот например вот эта крыльчатка звезды и конус нежели от китихока у звезды крыльчатку я вижу только одну у китихока входная и выходная крыльчатки присутствует в наборе стрелечики из наборов звезды я собрал на фигурку так как она состоит из четырех деталей две руки торс и ноги у титихока гуртаны одной скажем так детали целая фигура можно так вот сравнить две сидящих миниатюрки звезды такой более упитанный парень у китихока более худой но этот этот выглядит неплохо как говорится кому что мне нравится более стройный вот этот потому что более анатомичен ну и ведерко на голове у звездинского мне кажется великоватым и сама фигура сами фигура вот китихов более интересно выглядит один уже сидит второй залезает у звезды они оба уже сидят один куда-то тянется второй держится за штурвал ну или что-то типа того плюс деталь детали сделаны с такими переходами на тело вот шланговый данном случае он переходит в тело до сделано это ввиду того чтобы не было обратных углов так как формы стальные и соответственно детализация ну такая себе становится да также вот и шлем переходит сюда чего нет у китихока здесь все фактурно ажурно выглядит ну более скажем так натурально это для эстетов вот здесь кажется шланг-то подломанный подломанный видимо чуть-чуть подломился ничего поправим такие вот летчики идут в этих двух наборах рассмотрим колеса внутренняя часть диска основных стоек и передняя для звезды и вот китихока кузне более правильно я вам подсказать не смогу это надо ориентироваться по фотографиям я что-то выпустил данный момент я думаю при сборке я исправлюсь и сравню на сборке будет так что если кто-то хочет посмотреть не забывайте подписаться на канал нажать на колокольчик для своевременного включения уведомления о событиях на нашем канале и передний диск переднего шасси покрышечка переднего колеса от звезды имеет рисунок какую-то надпись прочитать ее сложновато даже при таком увеличении в общем та же самая надпись есть и на колесе от китихока и так внешние стороны дисков от китихока и звезды звезды это похоже на диск от моделей в 72-м от 127 муки тихока повторяет рисунок как на прототипе также надписи на покрышках имеется рельеф выглядит неплохо и вот одна из крыльчаток на звездовские модели это выходная собственно говоря которая была у китихока где же она где же ты где да ну у китихока они в общем то выглядит вот таким вот образом ну и наверное закончим обзор сравнения двух моделей от звезды и компании китихок рассмотрением фонарей на эти самолеты на эти модели и как ни странно там и там присутствует некоторые скажем так сложность у китихока дается один вариант фонаря звезды один одна передняя часть не откидная и две откидных части как уже замечали многие кто делали обзоры на могли от китихока муки тихока по центру откидной части фонаря идет шов небольшой но он есть да он портит впечатление так как его придется сошлифовать полировать и так далее у звезды шва нет и это на мой взгляд плюс также плюсом является что на одной из деталей на одном из вариантов детали дан пирошнур который при возможности можно окрасить и будет выглядеть неплохо ножки тихока нету пирошнура и это меня не очень нравится так как декалью сделать это сложный и варианты внедрению пирошнура все-таки на этот фонарь и надо будет выдумывать передней части фонариков выглядит вот так звезды вам чуть шире и с более правильной омегой мы поняли о чем я вот есть конечно меня большое желание попробовать приспособить эти фонарики на разные модели то есть от китти-хока на звезду от звезды на китти-хок в частности откидную часть может быть но если мы обратим внимание на фонарь от китти-хока то переплет фонаря сделан наиболее правильно он дан с более широкой центральной рамкой переплета и все это еще имеет клёп в то время как на звездовской модели вот эта центральная часть дана неправильно но в общем то и весь переплет он очень узкий так быть не должно все это можно увидеть на фотографиях кое в интернете больше чем предостаточно единственное вот что у звезды хорошо что есть первый шнур как китти-хок упустили это я не могу понять в общем в целом обе модели неплохие какую выбрать вам решать только вам друзья всем спасибо за просмотр надеюсь такой кратенький обзорчик вам поможет определиться с выбором модели которые вы хотите построить ну а если вам будет интересно посмотреть то в ближайшее время на нашем канале начнется сборка именно двух этих моделей поочередно посерийно возможно так что если вы не хотите пропустить подписывайтесь на канал пишите комментарии будем прислушиваться к вашему мнению всем удачи и пока пока